Дневник Саконцева Александра Ивановича. Это человек, который восстановил часы, восстановил нашу историю. Вот этот дневник тоже вот так, тоже оказался на мусорке. На свалке вместе с дневником известного заводчанина Наталья Андреевна нашла рукописи золотодобытчиков, видеотеку о реставрации Невьянского храма и сотни исторических фотографий. Важные артефакты пенсионерка забрала домой, чтобы разобраться. Она уверена, документы выбросили из местного историко-архитектурного музея. На полигон бытовых отходов Невьянска исторические артефакты привезли якобы после очередного вывоза мусора из историко-архитектурного музея города. Причем исторические карты, графики, таблицы и дневники привезли сюда вместе со строительным мусором. Благо, говорят местные жители, все это не успели уничтожить. Со свалки удалось спасти 14 пакетов, две коробки и большой чемодан музейных ценностей. Инициативные Невьянцы спрятали их у себя дома и обратились за помощью к чиновникам. Вот, смотрите, МВ, это ваше музейное, это мы нашли в коробках. Свои находки общественники представили депутатам городской думы. Карта области 66-го года, дневник известного горожанина и фотография. Даже инвентарные номера есть. На ковер сегодня вызвали и директора того самого музея. Но от артефактов открещивается, говорит чужое. В наших журналах, газетах, которые числятся в библиотеке музея, обязательно стоит штамп. Это либо штамп предыдущий, когда мы были областные государственные, либо уже сегодняшний штамп, когда государственные бюджетные учреждения. То есть, либо тот, либо другой штамп должен присутствовать. И дальше стоит номер наш. Штампа в этой книге мы не увидели. И тут же признается, да, мусор он действительно выбрасывал. Когда в заброшенных гаражах, где пять лет хранили музейные фонды, решили навести порядок. Вот предметы, которые мы среди этого мусора разгребли, они, по крайней мере, стоят сегодня на подставках, не на голом цементе. Вот, не валяются среди хлама. В музее ставил стоящие экспонаты сани, сундуки и старинную технику. Ну а что будет с найденными документами, теперь и решит комиссия. История с выброшенными экспонатами дошла до Росохранкультуры. Мария Козлова и Геннадий Бахарев. Новости 41-го канала.